ЦАРЬ СОЛОМОН Соломон при вступлении своем на царский престол принес Богу тысячу жертв. Ночью после этого Бог явился ему во сне и сказал, — Проси, что ты хочешь, я дам тебе. — Господи, — ответил Соломон, — Ты поставил меня царем, а я отрок малый. — Даруй же мне разум, чтобы управлять народом Твоим. Господу угоден был ответ Соломона и сказал Господь, — За то, что не просил у меня ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а просил разума, чтобы управлять народом, я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не было и не будет. И то, чего не просил, я даю тебе богатство и славу. А если будешь исполнять заповеди мои, дам тебе и долгую жизнь. Мудрость свою Соломон показал прежде всего на суде. Вскоре по воцарении его пришли к нему на суд две женщины. Они жили в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью одна из них своего младенца задавила и подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе. Утром женщины стали спорить, — Живой ребенок мой, а мертвый твой, — говорила каждая. Так спорили они и пред царем. Выслушав их, Соломон приказал, — Принесите меч. И принесли меч к царю. Соломон сказал, — Рассеките живого ребенка пополам и отдайте половину одной и половину другой. Одна из женщин при этих словах воскликнула, — Отдайте лучше ей, младенца, но не убивайте его. Другая же, напротив, говорила, — Рубите, пусть не достанется ни ей, ни мне. Тогда Соломон сказал, — Не убивайте ребенка. Отдайте его первой женщине, она его мать. Народ услышал об этом и стал бояться царя, потому что все увидели, какую мудрость дал ему Бог. Мудрость свою Соломон выражал и в управлении народом, и во всех других царских делах. И разнеслась о нем слава за пределы еврейской страны, в другие соседние народы. Исполняя завещание своего отца Давида, Соломон приступил к построению храма Божьего в Иерусалиме. Местом для него выбрал гору Мориа, которая была указана еще Давиду, и на которой Авраам приносил в жертву Исаака. Храм строили семь с половиной лет, около ста восьмидесяти пяти тысяч работников. Он устроен был по образцу скиней Моисеевой, разделялся на святое святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее ее. Стены храма были выложены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а внутри — золотом. Все принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота. Когда храм был готов, Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множества народа. При звуке труб и пении песней духовных внесен был ковчег завета. Слава Господне в виде облака наполнила храм так, что священники не могли продолжать богослужение. Тогда Соломон взошел на свое царское место, пал на колени и с воздетыми руками молился Богу, чтобы он в этом месте принимал молитвы не только израильтян, но и язычников. По окончании этой молитвы сошел с неба огонь и попалил жертвы, приготовленные в храме. Царствование Соломона было мирным и счастливым. Из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрости. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала, да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Но под конец своей жизни Соломон стал грешить пред Богом. У него было много жен, между ними были и язычницы. Для них он построил языческие капища и сам заходил туда. Тогда Господь отнял свое благословение от Соломона, и против него начались бунты и возмущения в еврейском народе. Соломон понял, что это Бог наказывает его за грехи и истолкается, но его покаяние не было таким полным, от всего сердца, как покаяние Давида. Поэтому, хотя Господь и помиловал его, и сохранил царство при его жизни, но объявил через пророка, что царство еврейское после смерти Соломона разделится на два. И сыну Соломонову достанется меньшая его часть. Разделение царства еврейского на два. Иудейское и израильское. После смерти Соломона воцарился сын его Равуам. Он сурово говорил с народом. Если отец мой Соломон наложил на вас иго, то я увеличу его. И если он наказывал вас бичами, то я буду наказывать вас скорпионами. Скорпионы — это бичи с нанизанными металлическими гайками. Тогда большая часть еврейского царства восстала против Равуама. Десять колен израилевых отделились от Равуама, избрали себе царем Иеравуама из колена Ефремова и составили особое царство, которое стало называться Израильским. Два колена, Иудина и Вениаминова, остались у Равуама и образовали царство Иудейское. Евреи из этого царства стали называться Иудеями. Таким образом, царство еврейское разделилось на два царства — Иудейское и Израильское. Столицу в Иудейском царстве остался город Иерусалим, а в Израильском столицу стал город Самария. Жители царства Израильского ходили в великие праздники на поклонение Богу в храм Иерусалимский. Царю Иеравааму это не нравилось. Он боялся, что его подданные сблизятся с Иудеями и присоединятся к Иудейскому царству. Чтобы они больше не ходили в Иерусалим, Иераваам поставил в двух городах своего царства двух золотых тельцов и объявил народу. «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта». И весь народ израильский стал вместо истинного бога поклоняться идолам. И после Иераваама все цари Израильского царства были нечестивыми, идолопоклонниками. Они сделали нечестивым и весь народ израильский. В царстве иудейском все цари происходили из рода Давидова, но и среди них добрых и благочестивых царей было очень мало. Народ, подражая нечестивым царям, много грешил перед Богом. Господь для вразумления еврейского народа, как иудеев, так и израильтян, посылал многих пророков. Пророки Пророками называются такие святые люди, которые по внушению Духа Святого прорекали, то есть предсказывали будущее, особенно грядущим спасителям мира, возвещали волю Божию, учили людей истинной вере и благочестию и творили разные знамения и чудеса. Они обличали евреев в идолопоклонстве, призывая их к покаянию. Одни из них проповедовали только устно, а другие, кроме того, оставили после себя священные книги, написанные ими по внушению Духа Святого. Из пророков, живших в Израильском царстве, особенно замечательны Илья, Елисей и Иона. А из пророков, живших в Иудейском царстве, Исаия, Иеремия, Михей, Иоиль, Иезекииль и Даниил. Пророк Илья Пророк Илья жил при самом нечестивом израильском царе Ахаве, который поклонялся идолу Ваалу, солнцу, и принуждал к тому же и народ. Илья пришел к Ахаву и от имени Божьей объявил ему, «За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве». Так и случилось. Началась страшная засуха. Даже трава погибла, и настал голод. Илья по воле Божьей поселился в пустыне у одного ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья. Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город Сарепту-Сидонскую к одной бедной вдове и жить у нее. У этой вдовы, которая жила с сыном своим, оставалась только одна горсть муки и немного масла. Придя в Сарепту, Илья велел ей испечь для него лепешку и обещал, что мука и масло не будут убывать, пока не даст Господь дождя на землю. Женщина поверила пророку Божию и сделала так, как он сказал ей. Мука и масло у нее не убывали. Вскоре у этой вдовы заболел сын и умер. Пророк Илья трижды помолился над ним Богу, и мальчик ожил. Три с половиной года продолжалась засуха. Илья по повелению Божию снова пришел к Ахаву и предложил ему собрать израильский народ на горе Кормил. Когда Ахав собрал народ, Илья сказал, «Довольно вам быть в нечестии. Познайте истинного Бога. Давайте принесем жертву. Вы — Ваалу, а я — Господу Богу. Но огня не будем подкладывать. Кто пошлет с неба огонь на жертву, тот и есть истинный Бог». Все согласились. Первыми стали приносить жертву жрецы Вааловы. Они приготовили жертвенник, положили на него тельца, и целый день около него скакали и кричали «Ваал, Ваал, услыши нас!» Но ответа не было. Наступил вечер. Тогда Илья приготовил жертвенник, выкопал кругом его ров, положил на жертвенник дрова и тельца и велел поливать жертву водой так, чтобы ею наполнился ров. Потом Илья обратился с молитвою к Господу и тотчас сошел с неба огонь Господень и попалил не только дрова и жертву, но уничтожил и воду, наполнявшую ров, и камни, из которых был сложен жертвенник. Весь народ в страхе пал на землю и воскликнул «Господь есть истинный Бог! «Господь есть истинный Бог!» После этого Илья взошел на вершину горы и стал молиться о дожде. Подул с моря ветер, показались на небе большие тучи, и пошел сильный дождь. Царица же Езавель, жена Ахавова, несмотря на чудеса, продолжала преследовать Илью за то, что он предал смерти всех жрецов Вааловых. Илья скрылся в пустыню. Ему казалось, что он только один остался верным Богу, и его хотят убить, и он совсем упал духом. Но Господь ободрил его, явившись ему, когда Илья ночевал в пещере горы Харива. Голос Божий сказал ему, «Илья, выйди и стань на горе пред лицом Господним!» И вот подул большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы, но в этом ветре не было Господа. Потом было землетрясение, но в землетрясении также не было Господа. Потом появился огонь, но и в огне не было Господа. После всего было веяние тихого ветра, и там был Господь. Господь утешил Илью и сказал, что среди израильтян есть еще семь тысяч человек, которые не кланились идолам, и что он воздвигнет среди них после него пророка Елисея, которого и повелел помазать. Это явление Господа показало Илье, что Господь, не только карающий и грозный Судья, но и милующий, добрый Отец. Явление это также прообразовало собою пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не для того, чтобы судить и наказывать, но чтобы помиловать и спасти людей. Илья согласно указанию Божию помазал в пророке Елисея, который потом стал учеником его. Однажды, когда они шли вместе, Илья сказал Елисею, «Пока я с тобою, проси меня, о чем хочешь». Елисея ответил, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илья сказал, «Многого ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь». Они пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница с огненными конями, и Илья понесся в вихре на небо. Елисей, видя это, воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова пророка Елисея означали, что святой пророк Илья своими молитвами защищал царство израильское от врагов лучше, чем все воинство израильское, колесницы и конница его. В это время к ногам Елисея упала милоть, то есть верхняя одежда Ильи. Елисей поднял ее и с нею получил двойной дар пророческий. Пророк Елисей Святый пророк Елисей был сын земледельца по имени Сафата. Бог прославил пророка многими чудесами. После взятия Ильи на небо Елисею нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил милотью Ильи по воде, вода раступилась, и он перешел по сухому дну. Когда Елисей пришел в город Иерихон, жители этого города сказали ему, у нас вода нехорошая, и от этого земля бесплодна. Елисей бросил в источник воды соли, и вода сделалась вкусною и здоровою. Близ города Вефиля Елисея увидели вышедшие из города дети и стали смеяться над ним и кричать «Иди, иди, плешивый!» Он сказал им, что за такое непочтение к старшим они будут наказаны Богом. В это время вышли из леса две медведицы и растерзали сорок двух детей из них. Однажды к Елисею пришла бедная вдова, плакала и говорила «Мой муж умер и оставил после себя много долгу. Теперь Займодавис хочет взять за долг обоих моих детей в рабы». «Что у тебя есть в доме?» спросил Елисей. Женщина ответила «Ничего нет, кроме одного сосуда с маслом». Елисей сказал ей «Пойди, попроси себе у всех соседей как можно больше пустых сосудов, запри за собою дверь и разлей в сосуды масло». Женщина так и сделала. Масло лилось до тех пор, пока не наполнились все сосуды. Она продала масло, уплатила весь долг и еще осталось у нее довольно денег на прожитие со своими сыновьями. В городе Санами одна богатая женщина имела сына. Случилось так, что у нее ребенок вдруг заболел и в тот же день умер. она пришла к Елисею и в отчаянии упала к ногам его. Пророк вошел в дом, где лежал ребенок и долго молился Богу. Ребенок ожил. Военачальник царя сирийского Нейман был болен проказою, заразительными гнойными ранами. Никто не мог вылечить его от этой болезни. У жены Неймана была служанкою пленная еврейская девушка. Видя страдания своего господина, она сказала, вот если бы господин мой побывал у пророков Самарии, то он снял бы с него проказу. Нейман поехал в землю израильскую к пророку Елисею. Елисей выслал слугу сказать Нейману, чтобы он семь раз омылся в реке Иордане. Нейман сделал так, как велел ему пророк, и тотчас стал здоровым. С богатыми дарами возвратился он к Елисею, но пророк ничего не принял от него. Когда Нейман отправился домой, слуга Елисея Гиезий догнал его и взял у него от имени пророка серебро и несколько одежд. Скрыв полученное, Гиезий явился к Елисею. Откуда ты, Гиезий? спросил его Елисей. Раб твой никуда не ходил, ответил Гиезий. Тогда пророк обличил его ложь и сказал ему, «Вместе с серебром Неймана пусть перейдет к тебе и болезнь его». И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказою. Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год после его смерти мимо пещеры, где он был погребен, несли умершего. Но увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили умершего человека в пещеру пророка. Как только он при падении своем коснулся костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги свои. Пророк Иона Пророк Иона жил после пророка Елисея. Однажды Господь повелел ему идти в языческий город Нинивию, столицу Ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь погубит их, если они не покаются. Но Иона не захотел идти с проповедью к врагам народа израильского и не послушался голоса Божия. Он сел на корабль, который отправлялся в другую страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря. Кораблю стала угрожать гибель. Все бывшие в нем испугались. Корабельщики решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого постигло их такое бедствие. Жребий пал на Иону. Иона признался в своем грехе и сказал, «Да, я согрешил пред Господом. Бросьте меня в море, и буря утихнет». Когда его бросили в море, буря утихла. По изволению Божию пророка проглотила огромная рыба, которая в Библии названа большим китом. Иона три дня и три ночи пробыл в очреве кита, молясь Богу о помиловании. Здесь Господь явил особенную свою славу. Он сохранил его невредимым в очреве кита и помиловал. Через три дня кит выбросил пророка живым на берег. После этого Иона пошел в Ниневию для исполнения воли Божьей. Целый день он ходил по городу и проповедовал всем, говоря, еще сорок дней и Ниневия будет разрушена. Жители поверили его словам. Они вместе с царем наложили на себя пост, стали молиться и приносить покаяние в своих грехах, и Господь помиловал их. Но Иона возроптал на такое милосердие Божие и просил себе смерти у Бога. Вероятно, он думал, что теперь его сочтут за ложного пророка. Господь же и на этот раз вразумил Иону. Перед палаткою, которую Иону устроил для себя близ Ниневии, в одну ночь выросло большое растение и защищало его от солнечного зноя. Но на другой день червь подточил это растение и оно засохло. Ион очень горевал и сожалел о засохшем растении. Тогда Господь сказал ему, «Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил. Так мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? Трехдневное пребывание пророка Ионы в очреве кита и чудесное спасение его было прообразом трехдневной смерти и воскресения Христа Спасителя». Продолжение следует... Продолжение следует...